12 декабря почитают память святого мученика парамона и с ним 370 мучеников пострадавших в 250 году за веру во христа при императоре декии были организованы гонения на христиан 370 верующих схватили и заточили в темницу их пытали заставляли отречься от веры и поклониться языческим божествам виде муки христиан один из местных жителей по имени парамон заступился за них он открыто исповедовал свою веру в единого истинного бога за что вместе с мучениками был жестоко убит язычниками 12 декабря традиции и обычаи дня земля на парамона каменеет а речки замерзают большая рыба оседает в ямах а мелкая плавает на поверхности ее можно в проруби увидеть согласно поверью с этого дня зима в медвежьей шубе ходит по крышам стучит вставать бабам велит пришло время каши варить и печи топить к этой дате желательно запастись дровами на зиму ведь лес может замести и тогда поленьев не достать поэтому заранее о русской печи подумать надо за печкой согласно преданиям живет хозяйственный и добрый дух воструха который является дальним родственником домового имя свое он получил потому что держит ухо востро и чутко наблюдает за происходящим в доме он следит чтобы в доме ничего не пропало и не даст вору скрыться также воструха оберегает молодых девушек охраняя их непорочность и красоту качество которые считались главными достояниями семьи соседями вострухи были озорные духи запечник и запечница такие мелкие неприятности как разбитая посуда или пропавшая вещь люди на них списывали на парамона забивали гвоздь в нижнее бревно в стене бани расположенной с западной стороны делали это чтобы баньку никто не испортил и парильщики не приобрели в ней болезни в этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы одалживали все что угодно яйца хлеб молоко деньги тот человек который сможет взять хоть что-то в долг будет весь год счастливым здоровым и везучим а вот в денежных делах 12 декабря следует быть осторожным чтобы самому себя не объегорить в этот день наказывали врагов и обидчиков для этого кипятили ножи и читали над ними специальное заклинание после чего у человека который досадил могло пошатнуться здоровье считается что 12 декабря день с плохой энергетикой чтобы оградить себя от темных сил нужно утром зажечь любую благовонную палочку и став лицом к южному углу главной комнаты начертить в воздухе горящий палочкой крест и круг после чего палочку острой стороной следует направить в центр круга и произнести и ишу такие же действия провести и в остальных углах комнаты парамона в день 12 декабря приметы и поверье в этот день загадывали о погоде на всю зиму отсюда и пошло название парамон зима указатель по старому стилю парамона в день выпадал на 29 ноября поэтому по нему определяли погоду на наступающий декабрь крестьяне спешили встретить закат солнца верили что если на парамона утро красное ясное то весь декабрь будет ясным если с утра снег пошел то метель будет до святого николая 19 декабря если к этому дню снег еще не выпал то зимушка будет теплой и бесснежной если снежные хлопья становятся крупными то грядет потепление снегопад в этот день являлся доброй приметой будет хороший урожай хлеба в следующем году если заря багряная то день будет ясный но ветреный дым из трубы столбом к морозу стелется по земле к потеплению звезды яркие по холоданию тусклые котипели если ко дню парамона много снега намело то следующий год будет хорошим было принято сметать снег с крыш в народе говорили пришел парамон снег с крыш вон чтобы крыша не прохудилась не использовали лопаты а брали веники или метлы на руси к венику относились с почтением про него существует множество примет покупать веник нужно на растущую луну и ни в коем случае не делать это в августе купленная в этом месяце вещь принесет обитателям дома хлопоты и раздоры подметали и увидели на полу прутик от веника ждите гостей в одном жилище нельзя подметать полы разными вениками даже держать более одной метлы в доме дурное знамение в противном случае младшие перестанут старших почитать и деньги в доме водиться не будут нельзя метлу использовать в качестве орудия наказания если ударить ей ребенка то он перестанет расти взрослого сильно исхудает животное заболеет беременным нельзя переступать через веник иначе будут тяжелыми роды человек рожденный 12 декабря по гороскопу стрелец персоны появившиеся на свет в этот день делают особый акцент на физической оболочки их жизненная кредо в здоровом теле здоровый дух в качестве талисмана им подходит амазонит который привлекает удачу и обеспечивает успех финансовых делах народные приметы на 12 декабря что нельзя делать в этот день не рекомендуется подметать пол разными вениками или вытирать пыль разными тряпками считается что так можно раскидать удачу и достаток по углам в то же время нельзя относиться к уборке без должного внимания если работать по дому спустя рукава благополучие уйдет из него можно лишиться здоровья если слишком сильно наестся 12 декабря наши предки советовали в этот день выходить из-за стола полуголодными причем это касалось каждого приема пищи в идеале устроить разгрузочный день в эту субботу не стоит никому рассказывать о своих планах особенно касающихся любви иначе им не суждено будет сбыться сны увиденные в эту ночь могут направить вас на верный путь и показать реальное положение вещей главное при их интерпретации воспользоваться помощью интуиции спасибо за просмотр ролика не забудьте подписаться на канал поставить лайк и поделиться с друзьями спасибо